Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий и у нас сегодня с вами игра под названием Yes, Your Grace, что в переводе обозначает, как я предполагаю, да, ваше величество. Давайте начнём сразу. Yes, Your Grace, игра о трудных выборах, невозможно будет помочь всем нуждающимся, иногда у ваших поданных могут быть злые намерения, а иногда жизнь может сорвать ваши планы. Если у вас достаточно ресурсов к концу каждой недели, это уже хорошо, да, ваша светлость. Посмотрим с вами, что это за игра такая интересная, потому что, ну, она как бы вроде как бы мелькает где-то, нажмите на просителя, чтобы вызвать его на просителя, кто? Вот этот, что ли? Одри, Одри, иди сюда. Пора, ваша светлость. Че, куда? Че, парад хоть? Мне лучше надеть корону. Где корона, вот корона. Вы можете найти перечень своих предметов в левом нижнем углу, выберите предмет для взаимодействия с ним. Ой. Ой. Надеть, я же тебе говорю, нажми на неё. Оп, умница какой. Чтобы выйти из любой комнаты, подойдите к краю экрана или кликните на двери. Это карта вашего замка. Нажмите на стену замка, чтобы попасть туда. Ваша милость. Чего? Дезертир! Нашли одного из наших, прятался в хлеву. В хлеву? Почему ты так поступил, Собик? Их слишком много. У нас нет шансов на победу. Если вы отпустите его, остальные последуют за ним. Наша армия и так скудна, поэтому нам нужна каждая пара рук, способная держать меч в вашей милости. Даже самые трусливые воины необходимы нам. Мы победим врага с храбростью, несмотря ни на что. Отпустите его, генерал. Иди, срадись за Даверн. Спасибо, ваша светлость. Сюда, ваша светлость. Ну и что тебе нужно? Насколько все плохо, генерал? Наши люди напуганы. Середина ночи. А так светло, будто сам сварок прошелся под нашим землем. А тонкие стены долго не выдержат, а у нас нет никаких надежных укреплений. У нас не хватает мужчин. Как только враги проберутся внутрь, у нас не будет шансов. Слышите, как кричат? Они готовятся. Нам лучше начать. Я собрал лучников со всех стен. Они ждут вас на стене. Ваша светлость. Ага. Еще есть время поднять белый флаг. Ты что, дурак? Слушай, мы для чего сейчас все сделаем-то? И что? И куда? А, вот сюда может подняться, нужен. Я просто даже сразу как-то не понял. Мои братья, мы выставили с вами даже в самые худшие времена. Мы доказали свою силу во многих сражениях, и сегодня мы докажем это снова. Мои самые смелые воины, я предлагаю вам бороться за все, что вам дорого. За давер... За давер пусть будет. А-а-а-а-ай, стреляй. Красава. Эээ, три, зы, чё это такое? Два, один, я иду искать! Ты нашёл меня, владелец! Давай сейчас, Ларсулия, не так часто мы можем поиграть. Я же говорил, я не хочу играть, разве-таки слишком стар для этого? Ларсулия, зануда, заткнись, Ассалия. Попалась, и надо было крики оскорблений своей сестре через весь сад. Она всегда всё портит, она так горда, что даже не могла найти место, чтобы спрятаться. Я даже не пыталась спрятаться, я не хочу играть. В следующий раз, когда ты не захочешь играть, попробуй написать об этом официальное заявление. Ой, подожди, ты же не умеешь писать. Конечно, я умею, идиотка. Прекрати сейчас же обе. Ой, ты же знаешь, я не играю с тобой, дорогой. Солнце наконец зашло, позволь мне сладиться им. Какие же вы зануды все. Ларсулия, такая растяпа. А вот ты где, малышка? Нет, всё же было так хорошо. Ты должен быть жульничал. Или подглядывал. Я требую судьбы разбираться над игрой. Как официально, может в следующий раз сейдани. Пять секунд. Прошу прощения, ваша светлость. Вынужден вас перебить. Хотел предупредить, что ваши ингредиенты скоро привезут. Всё довольно игр. Трон ждёт. Гревна. Неделя один. Ваша светлость уже скоро. Просители начнут выстраиваться в очередь. Нам действительно нужно сократить время приёма. Иди сюда, Аврелия. Ты не мог бы пойти поговорить с Ларс... Тьфу, блядь. С Ларсульей, дорогой. Я пыталась с ней заговорить, поговорить, но она просто молчит. Не знаю, что с ней происходит в последнее время. Может быть, она хоть тебе откроется. Вероятно, она сейчас бродит на стене замка. Конечно, поговорю, любимая. Так, с девкой поговорить надо. И чё? Одри, это у нас тюремщик-крестинин. Крестинин. Тюремщик, иди сюда. Ваша милость, чё надо тебе? Я принёс плохие новости. Иди отсюда со своими плохими новостями, мне они нахрен не нужны. Ты чё такое говоришь-то вообще? Недавние дожди просочились сквозь наши крыши. Крыша кладовки рухнула. Как и некоторые стены нашего подземелья. В настоящее время только в одном помещении крыша стала цела. Нам нужно срочно исправить это, пока не стало хуже. В противном случае мы продолжим терять припасы. В конце недели вы увидите в отчёте список того, что необходимо починить. Сука, как... А увидишь ты список? Я тебе должен говорить, чтобы ты список подготовил, а то и что я подготовлю тебе. Когда вы встречаетесь с людьми, разговариваете с просящими, ваш советник делает заметку о встрече в ваших архивах. Вы можете посмотреть все записи, нажав кнопку архива ниже. Усерп от наводнения. Ларсулия. Королева, да, верно. Жена Эрика и мать их трёх дочерей. Она всегда рада помочь королю по важным вопросам. Усерп от наводнения. Основные записи. Так, ладно, понял я, хорошо, всё. Крестьянин, иди сюда. Ваша фетость, свадьба. Моей дочери на суп. Поздравляю. Проблема в том, что у нас недостаточно золота и припасов, чтобы устроить достойный праздник. Что подумают родственники моей дочери и о нашей семье? Мы хотим нанять музыкантов, купить немного того восхитительного вина на рынке. Нам понадобится только пять золота и пять припасов. Не, ну ты... Не, 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 не. У короля все есть более важные дела на данный момент. Пожелайте своей дочери всего наилучшего от меня. Вы скупите на небольшое количество золота. Раз, король, не должен поддержать своих людей в трудное время. Фу, я не могу накормить своих гостей благословениями короля. Ты ничего не перепутал? У тебя у твоей дочери, а не у моей дочери свадьба. Ваш лент на тебя пришёл к вам предоставлять свою деревню. Мы хотим попросить у вас золота сель, чтобы припустить инструменты для строительства постояло у двора. Нам не помешало место для отдыха. После рабочего дня. Вот на постояло у двор можно, наверное, да? Чё это такое? Это лучше постояло у двора вокруг. О, так и будет! А, спасибо, ваша светлость! Пошёл вон отсюда. Так, а давай в архиве посмотрим про вот этого. Финансировать свою дочери. У короля пришёл просить. Не, ну, дело такие-то, так не делаются. Чудо о вещах. Тварь одетые в чёрное. Они пришли ночью. Никто не видел, как они пришли. Они напали на деревню. Мы слышали жуткие звуки убийства. Ваша светлость, я прошу вас, отправьте своих людей, чтобы проверить, что случилось. Найдите ответственных. Расскажи мне больше. Как они выглядели? Яркие, красные головы, короткие, нострые клыки. Их были сотни с блестящим оружием в лавках. Мы никогда не видели ничего подобного. Генерал должен легко расправиться с этими разбойниками. Спасибо, Ваша светлость. Когда будете готовы перейти к следующей неделе, нажмите на светящийся цветок ниже. Иногда вам может потребоваться увидеть кого-то из членов своей семьи, чтобы продвинуться дальше. Ладно, я понял. Так, что надо нажать-то куда? Мне лучше поговорить с Ларсулией. Она, наверное, стене замка. Вставай, пошли. Синие значки указывают на важный вопрос, требующий внимания. Зелёные значки показывают дополнительные разговоры. Стена замка нам нужна. Ларсулия, ты где есть-то, а? А, надо подняться наверх ещё. У меня голова от наушников болит, я не могу. Мне нужны маленькие наушники, а у меня их нет. Точнее, они есть, но у меня не будет микрофона тогда, как я буду разговаривать. Это ты. Тебе нужно перестать ссориться с сестрой. Ты хочешь поговорить о том, что произошло в саду? Нет. Я в порядке, отец. Раньше ты знала всё, все лучшие места для пряток, помнишь? Может, мне больше не пять лет теперь. Азалия была довольно грубой в последнее время. Я не знаю, где твоя сестра научилась быть такой грубой. Я ставлю тебя. Такая ты неблагодарная, какая же... Скотина. Вообще. Ты живёшь у меня в королевстве? Это ваш еженедельный отчёт. Здесь вы сможете увидеть... Еженедельные доходы и расходы вашего королевства. Ой, блин, чё-то мне вот так это... Можете купить обновление и улучшение для замка в верхней части экрана. Чтобы купить обновление, просто нажмите кнопку ниже, и его стоимость будет добавлена к итоговой сумме внизу экрана. Починить кладовку? Кладовку надо починить по-любому. Прилалок. Прилалок, дураки, ёлки-палки. А вот театр... Театр я хрен его буду чинить и не буду чинить театр, потому что он пока уж важен, а у нас денег будет мало очень. Гревна, неделя два. Чё тебе нужно, генерал? Рассказывай, чё там произошло. Ваша светлость. Никаких признаков чудовищ. Однако мы наткнулись на этих разбойников. Они грабили деревню. Красная голова, острые зубы. Герб родови. Я думал, что их можно найти только в книгах, в старых рукописях. Ну, похоже, у нас тут в зале тоже присутствует один. Скажи-ка. По чьим знамени... Правда, что ты из Родови? Твой генерал прав. Родови мой дом. Скоро и твой тоже. Ха-ха. Почему ты здесь? Что ваши люди делали возле нашей деревни? Мы просто зарабатываем на жизнь. Кто-то мог бы назвать это грабежом. Я бы назвал это тяжёлой работой. Кто твой лидер? У тебя есть король? Или ты просто беспризорный вор? Мы свободные люди. Мы не кланяемся королям или лордам. Смелые слова для того, кто вторгся в другую страну. Смелый и глупый. Я услышал достаточно. Ваша светлость. Мы не можем позволить воровам грабить наши земли. Разграбление и убийство невинных людей. Нет сомнения в том, что этот человек должен ответить за свои поступки. Давай его в темницу бросим. Ты будешь гнить в клетке. Не хотите отпускать меня? Ну и кишка от танка отрубит мне голову. Мои друзья с удовольствием послушают рассказы о ваших трусливых поступках. Мне надо поговорить с Авреллией по этому поводу. Я не буду его убивать. Вдруг он что в пользу бы принесёт? Ни хрена себе убить просто так человек. Это ж не делается. Кто ты думаешь об этом, Одри? Родавианс. Вот. Как они прошли через горы? Зачем им угрожать войной? Это много вопросов, но мне нужны ответы. Ты, Одри, прости меня, ваша светлость. Я просто озадачен. Возможно, стоит подумать о возобновлении некоторых старых договоров. Поговори с остальными друзьями. Посмотри, кто может нам помочь. С нашими нынешними ресурсами война принесёт определённое поражение. Я сделаю некоторые приготовления. Иди, приготовляй. Ларсули. Умнетец, у меня в весе. Асалия убегала ночью из замка на прошлой неделе. Я столкнулась с ней, когда она возвращалась в комнату. Мне кажется, она была пьяна. Она не сказала, где была. Глупышка проболтал с Эдони. А та мне всё рассказала утром. Они болтают всё время. Думают, я их не слышу. Глупышка, не говори так о своей сестре. Что с тобой такое, Ларсули? Асалия тайком прибирается на какую-то свадьбу. Напивается там. Ты спрашиваешь, что со мной такое? Мне лучше поговорить с Асалией об этом. Вы, девочки, сведёте меня с ума. Кристианин, давай с тобой. Ваша милость, мой сын пропал. Да, он глупый. Маленький мальчишка, но всё же он мой сын. Я прошу вас помочь найти его. Ваша светлость. Есть ли шанс, что вы могли бы что-то сделать? Давай генерал... Блин, слушай, а кто там-то ещё? Давай генерала отправим. Он, я так понимаю, это две недели. На две недели он отправился. Он поспрашивает в округе и посмотрит, сможет ли он найти вашего сына. Я надеюсь, что он всё ещё цел. Спасибо, ваша светлость. Да, пожалуйста, обращайся. Мне особо не жалко, в принципе, чё мне. Лорд Эттон. Меня зовут Эттон. Я владыка Бранки, ваша светлость. Я буду настолько простым, насколько это возможно. Кто-то похитил мою дочь, и они ожидают, что я заплачу 12 золотом, чтобы вернуть её. Дело в том, что я высадил их и знаю, где они её держат. Я всё спланировал, мне просто нужен один из ваших генералов, чтобы помочь мне вернуть её. Или я мог бы просто заплатить выкоп. В любом случае мне понадобится ваша помощь, ваша светлость. Блин, ну да, он нежен. Давай ему золотом поможем, потому что, ну, это... Да, тем повод причинить её это вашей дочери. Да, я безопасна, это самая важная вещь. Спасибо, ваша светлость. Я дам вам знать, как оно идёт. Ваша светлость, я боюсь за свою жизнь. Я думаю, что кто-то пытается меня убить. В чём дело? Я думаю... Я думаю, что кто-то следит за мной. Они не хотят меня убить. Кто эти они? Я не знаю, откуда мне знать. Я ничего не сделал, верно? Мне лучше уйти. Дурной. Так, архив у нас... Чё у нас там? Так, а вот, на чём мы остановились там. Постоял двор для деревни. Так, король, так, помочь с жёлтым пришёл. Отец с сыном... Отец с просьбой помочь найти его сына. Лорд Эттон посетил тронный зал. С серьёзной просьбой его дочь была похищена бандитами. Так, всё. Так, завершённые записи. Основные записи. Монстры. Монстры напали на деревню. Мы послали генерал посмотреть, сможет ли он что-нибудь найти. Чудовище оказалось разбойниками из Родови, вместо которого стоит... Не стоит ждать ничего хорошего. Родовский бандит был заключен в темницу для дальнейшего допроса. Это хорошо. Так, давай мы выйдем. Мы встанем. Выйдем отсюда. Так, подземелье, покой, сад. Азалия. Да, отец. В деревне была свадьба. Я слышал, что в деревне недалеко от дерев... От... Недалеко от... Недалеко от нашего замка была довольно хорошая свадьба. Это была неплохая свадьба, но я слышал, что могло бы быть ещё лучше, если бы мой отец не был таким скупым. Хм, откуда ты это знаешь? Значит так, будто они имели честь видеть королевскую гостю. Нет, конечно нет. Я слышу, что люди рассказывают. Вот и всё. Да ладно тебе, я знаю о свадьбе. Ларсуля рассказала мне, что случилось. Как она узнала? О, конечно, седай, седай. У меня... Мы на грани войны, людям постоянно требуются ресурсы, я даже не могу усмирить своих детей. Это было бы хорошее начало, можно сказать. Ты знаешь, что там... Что могло бы произойти, если бы кто-то наткнулся на принцессу в деревне? Все эти пьяницы, головорезы. Ничего не случилось, отец. Я была одета по-другому, я была осторожна. Я ведь не глупая. Я знаю, что делаю. Всё, что я хотела, это немного веселья. Ларсуля сказала, что ты напилась. Это ложь. Я знаю, что я делаю. Я могу позаботиться о себе который раз. Ах, Ларсуля, а поскольку ей исполнилось 13, она думает, чтобы заставить её выйти замуж за какого-то жирного, тупого принца и отправить её в другой замок. Если она намеревается остаться такой же вшивой крысой, то, возможно, это будет и к лучшему. Вот почему она в последнее время капризничает. Возможно. Но это не отменяет того факта, что она ужасно раздражает. И это не имеет того факта, что ты всё ещё обзываешься. Я спрещаю тебя выходить за пределы замка. Я спрещаю тебя в счастье рынок. Что я должна сделать внутри этих богом забытых стен? Эх, глупая Ларсуля, я преподам ей урок. Хватит обзываться. Мне бы лучше поговорить с Ларсулей. Нет, Ларсуля не глупая. Ларсуля, блин, про тебя донесла мне. А ты скотина. Ты скотина такая не отпрашиваешься даже. Ты просто уходишь и считаешь, что всё так и надо. Это очень нехорошо. Аврелия. Любимый, варвар, приходи к нам на этой неделе. Радовцы пришли в Дайверн. Один из их бандитов добыл доставлен в замок. Радовцы, это не может быть правдой. Как думаешь, это насчёт твоего, нашего обещания? Может быть, что думаешь? 13 лет назад мы пообещали руку нашей нероженой девочке бандиту. Бейрон, не так ли? Это имеет значение? Спустя 13 лет в нашем замке появился Радовец. Будь я проклят. Да, Ларсуля скоро станет женщиной, и нам нужно будет найти ей мужа. И Бейрон, злодей, придёт, чтобы заставить меня выполнить своё обещание. За вами-то грешок такой неплохой, знаете ли. Как насчёт ведьмы? Ты будешь проклятие? Я даже не хочу и думать об этом. Будем надеяться, что проклятие ничто иное, как обман. И посмотрим, как всё перенётся с этим Бейроном. Как мы вообще могли пообещать руку нашей дочери Радовцу? С ножом у горла я не уверен, что мы ещё могли что-то сделать. Думать, что наша дочь выйдет замуж какого-то фарвардского бандита. Мы не можем этого допустить, Эрик. Не волнуйся, мы это решим. Что теперь? Если Бейрон когда-нибудь появится, чтобы взять руку нашей дочери, надеюсь, никто ему не поверит. Нам просто нужно вести себя так, будто мы ничего не понимаем. Если он не появится с войском, конечно. Не глупи, как простой человек может позволить себе войско. Даже мы не можем. Как Радовцы могли добраться до Даверна. На этом этапе всё кажется возможным. Ты отправил бандита в темницу? Может быть, ты мог спросить его, посмотреть, что он знает. Посмотрю, что я могу сделать. Я не знаю. Это так нереально. Позволить ей выйти замуж за принца, даже за лорда. Да, но позволить ей выйти замуж за разбойника. Мы не можем позволить произойти этому. Всё будет хорошо. Я не позволю им забрать её. Увидимся позже, дорогой. Эрик, мне страшно. Я справлюсь с этим. Хорошо, я останусь здесь. Такие они молодцы. Такие они ребята, конечно, вообще просто. Кто так делает, ты считаешь? Вот нормально это? Нет, я считаю, что нихрена это не нормально. Когда ты свою дочку просто берёшь и обещаешь бандитам, это очень-очень плохо. Так. Я немножечко себя затемнил. Ларсулия, это ты. Это я. Салли рассказала мне, что происходит, а Салли сказала мне, почему ты в последнее время такая расстроенная. Я думал, твоя мама... Я понимаю, в чём дело. Прости, что не догадались раньше. О, ну и в чём же дело? Так, принято, что девушка в твоём возрасте полагается муж, но я обещаю, что тебе не придётся выходить замуж на знакомство. За незнакомство. Мы взоботимся о том, чтобы хорошо узнать пирица до свадьбы. Ммм, время покажет. Я зайду к тебе позже. Ммм. Ты, сука, недоволь... Вот, знаешь, вот, у неё такие бесят. Они, вот, они не понимают, что ли, что ты ж... Ну, что они живут за твой счёт? Они... Им чё? Я понял. Хорошо. Сворота плохие, кажется. Так, ну пойдём тогда вон там ещё поговорим. Чёрт, всё хуже, чем я думал. Ваша светлость из-за недавних ливней мы... Ливней часть наших подземельных помещений была разрушена. У нас пока ещё есть место для заключённых, поэтому мы должны сосредоточиться сейчас на зданиях, которые требуют большего внимания. Я ставил список вещей, которые нужно починить. Вы увидите их в своём еженедельном отчёте, ваша милость. Похоже, это пойдёт нам дорого. Да. Я не знал, что горы спускаются в темницу. Поистине честь. Скажи мне, что ты знаешь, почему ты здесь? Я полагаю, это один из способов убить время в этой тёмном логове, понимаете? Бэйрон, этот сумасшедший, думает, что люди последуют за ним. Ха-ха. Он захватит бушевать по поводу некоторых обещаний. Один из семи королей отдаст ему свою дочь. Он думает, что у него есть шанс мешаться с королевской семьёй. Я до сих пор не могу решить, он странный, или люди, которые верят в эту койку. Это всё на данный момент. Вы останетесь здесь ещё немного, может быть, будете полезны. Не успокойся обо мне, я буду играть с моим другом здесь. Ваша светлость. Байки пустые, когда в ней хранилось наше вино. Я понял, короче, он в курсе про эту байку, о том, про обещание, про это он в курсе. И если он в курсе про это... Если он в курсе, что... Как это? Про это обещание, значит... Они будут просто-напросто вот-вот просто прям они отдадут эту дочку. Ну или же война будет. Вот и всё. Давайте на этом закончим. Неделю пройдём эту и всё. Так, у нас очень мало золота. Очень мало золота. И... Получается, что всё. Всё. Мы ничего больше делать не будем. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями, комментируйте. Всем до встречи в новых видео, ребят. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok